всем привет хожу брожу запутать хочу всех по квартире тут хочу показать вам то что катюшка мне прислала подарок он сегодня наконец-то мы его повесили теперь у меня такая красота красота в комнате теперь слежу на кровати и любуюсь на эту красоту я покажу смотрите вот так вот такая красота у меня блин так прикольно это смотрится спасибо большое катюш очередной раз я же лично и так и все мне очень нравится еще полочки когда-нибудь мои приедут наверное все-таки вот здесь на эту стену над этим моим столом и будет вообще круто мы пока дома сейчас должен денис приехать и мы хотим съездить вернем был сегодня дома но пока я собиралась то сюда ему уже надо было уезжать короче мы не успели съездить днем сейчас он короче приедет и мы хотим съездить не надо фикс прайс съездить я хочу еще одну штуку вот к я вам показывал такую полочку вешать где у меня очки висят мне еще одна такая нужна и мне нужны еще коробочки вот это магазин зайдем там перекресток посмотрите перекрестки есть на дачу мы не едем все у нас поменялось потому что дел много я на следующий день должна быть в москве вот поэтому мы решили что мы не поедем можете москве день сходим погуляем у нас кстати погода ну похолодало нет жары дождики даже проходит поэтому даже как-то очень прикольно легче занимается с репетитором вот мы думали мы поедем до того она где-то не поеду потому что типа у меня репетитора а я думаю что сейчас пока 10 приедем уже закончится и сможет поехать с нами так что вот вот такие мы молодцы ладно буду дальше собираться я думаю что минут через двадцать тридцать дней уже приедет и мы поедем смотрите какие появились зачем где мне вот эти нравятся еще резиночки только мне надо такую расцветку вот эти вот 9 рублей не стоит смотрите сколько появилось для девяток а то не было раньше ободочки а вот мои крючки слушайте хочу вам сказать просто позор перекрестка абсолютно эти огурцы помидоры на без слез не взглянешь я привыкла с паре мы берем хорошие прям овощи посмотрите на правда просто вот все какой-то очень вялая не аппетитная вот честно ругаясь прям все мы дома быстро прибежали сейчас добери бери сейчас эти лик смочу фикс прайс купили даже не была с нами если интерес правда быстро разберу вот готовить уже в общем мы как эти вот квас вот такой вот фикс прайсе купили пробы вкусный не показываю постоянно говорят что я тебя не показываю ваше здоровье сейчас я буду вкусный ликюжин готовить но теплый да ладно короче я буду сейчас готовить потом все расскажу как быстро показываю но сегодня такая закупка получилась ну стандартная как где-то ну чуть больше пяти тысяч ну там еще покупали подарок поэтому там 6 300 получилось вообще пробили на 8 но по карте там вот эти вот все у нас случилось чп у нас крыша один такой йогурт есть очень любит йогурт вишневый самого любимый видите лопнул и все грязное не свод забирает три своих йогурта мой так закусочку взяли вот такой сыр две штуки взяли мусс будем пробовать брокколи лики взяла такой сейчас буду запекать духовке картошку писать и пакеты только вот такого размера маленький я набрала один пакетик шницы куриный 2 лопну какой-то смудрились масло но она была со скидкой за две пачки вот такие йогурты очень вкусные вот это эпика очень нравится вот такие вот эти хлебцы вот масло классы вот это петеленка яйцо куриное вот творог надо мыть два творога и вот такие помидорки а сахар это первый пакет что я уже запуталась чем-то показывали что нет я сейчас там на морковку еще взяли этот лики взяла филе телепи как он называется рыба в общем два сыра гаузи мазда банка горошка сок я говяжий фарш майонеза пачку вот такие вот это селедка очень вкусная я вот рекомендую со скидкой я взяла тоже со скидкой были шоколадки бекон мой любимый это я вам показываю мне нравится и вот они же вроде как полезнее до чем остальные так яблоки кетчук и чаев у нас лежит этот фаберлик а вот смотрите были по 199 рублей опять я взяла себе еще желтую розу буду сначала дом ее держать выращивать а потом пересажим так еще а кабачки на это уже мы убрали пока так это я взяла фарш хочу кабачки сделать так дальше еще пачка масла октимель восемь штук по 19 рублей были посадил капуста такая это я показываю это скумбри взяли вы ну вот в этот раз не так часто скумбри падается мы хотим на даче закоптить поэтому взялась морозилку беру кофе вот такое взяли по мне разу не брали это окорочка сахар это мы в подарок взяли ведь какое-то там стакан для коктейля прикольный дорожки и вот такие вот штучки попробовать не знаю кокосовые какие-то кто молодец я молодец я уже позором приготовила ужин быстренький у нас шницеля с денисом лик и не ест такие она дорвалась это салат сделала с этим бальзамиком просила как мама я хочу в духовке брокколи но я же не могу духовку я и короче ну и рыбу я взяла играть такая мне не нравится рыба ее нет ну да нам красную короче я и картошки морковки короче запекла брокколи мама брокколи я увидела сегодня на боже а брокколи вот в общем короче вот так вот так ну собственно вот да в общем туда подашь бокальчики а я там вот она прям соль я надо снять за но я а не надо вообще солить брокколи как-то еще один застал мы взяли он залечу и ой я сейчас записала два видео записал фикс прайс и там мысли по поводу жизнь до пандемии про рассказал про концерт группа ленинград как мы ездили вот и думаю сейчас вот да вы увидите одно другое видео сейчас еще конец того вы также кстати вот кофточку я себе покупала в твое блин очень прикольно она такая прям я показывал его волдырь заказывал чутки копейки он стоило вот у нас похолодало и не очень комфортником у меня так болят глаза если накрасил смеси макияж ему очень не нравится но мне уже некогда перекрашиваться и мне прям болят глаза и полами когда много кладу косметики не болят глаза вечер лишь хочу пойти смыть вот поэтому хочу записать сейчас концовку влога вот чё съездим магазин дайте им показал обзорчик покупок наших сейчас вот стояла а еще знаете чего варила не заморозила короче привезла это ягоду крыжовник госпи как и забыл кондувать они переработала ставь холодильнике один из горитого и чё-то компоты сварим то есть я короче с половиной уже сварила компот на эту ночью морозину сварю компот какая разница и сидела обрезал эти хвостики блин что-то как-то это нужно мне еще осталось пол этого объема я готовят надо обрезать хотят заморозить не испортилась вот сейчас сварила компот там пока все помыла пока убрала пока отсняла короче фикс прайс снимал так что смотрите обзорчик фикс прайс все рассказал все показала сейчас тут все разобрать и ложится спать отдыхать надо надо вот еще короче подсела сегодня я вот недавно вам рассказывал про алексея житковского на вот это вот блогера и мне все попалось короче его интервью у алены блин он был тоже на 10 месяцев назад но в принципе он там много рассказ то же самое слушайте ну какой же у нас трудный коже он харизматичный причем вы знаете не его прикольно слушать вот смотреть я короче как получается я включила и ходила слушала в этом счет села телефон в руки взяла я смотрю на него и понимаю что когда я смотрю мне не сопоставляется его речь со всем что мне приятнее не видеть его даже больше нету хорошо выглядеть ничего . но как-то вот он ты когда его слушаешь него голос такой он что более брутальный там как-то и вот он блин он такой стран он так вот шутит их как тот стране у него все так гармонично он говорит это прирожденное это не у нее там не научишься я короче так собственно еще одно интервью послушала он даже но какие-то основные вещи там он рассказывает одни и те же что и вот надежда стреляться на канале но есть что-то новое прикольное не говорю но я его готова слушать только из-за его вот это вот острый юмора даже потому что хочу найти в инстаграме подписаться что-то что снимает видосики там все в таком же духе я теперь понимаю почему так любит такая аудитория очень клёвый несмотря на что прикольный прям харизматичный хоть он о себе говорит вот знаете вот все это как-то вот такое отношение с юмором и он вроде как это я учу там не особо но такой свой какой-то ум у него прям такой вот ну короче прикольно вот как бы не было вот вот трэш хайп там все что угодно но вот здесь настолько все гармонично настолько все и это вот как раз когда нет никакой пропаганды ничего посмотреть он как раз ничего и он говорит просто да многие знают там таких о том с ориентации еще пропаганда нет он молодец он говорит вообще кому какая рисками ориентации он никак и не озвучил он говорит я чего на этом хотя да у него могло бы как-то и даже где то есть может быть что-то в другой услуги он никак не озвучит свою ориентацию этот зачем ягод зачем буду к себе кого-то в постель вот это такая моя изюминка и подогадывайте сами с кем я и что то есть он не говорит с кем он говорит да у меня есть отношения ну с кем то есть он не даже не намек что мужчина или женщина это прикольно вот так что вот не очень понравилось на попалась рекомендации и сейчас я чувствую не будет попадаться я буду смотреть не просто интересно понятно если он так будет конечно одно и то же но вот понимаете она одно и то же а шутки везде разные такие словечки вставочки прямо за эти цитатник можно его делать но я так люблю когда так делают ведут себя вот так что вот так вот ладно все прям сижу мне глаза это тяжело много косметики мне глаза закрываются мне тяжело от этого просто меньше косметики до сегодня что я заэкспериментировал с темными тенями не знаю почему я решила значит черный короче на самом деле все будет так черный карандаш я начала носить и чет пошло не так стрелки не так легли я решил что немножко растушую растушевал что-то же пришлось добавлять теней вообще хотел сделать просто макияж выйти из дома стрелки там тени светлые там просто тональника и румяный эти довидаешь брови не накрашены свои они все еще на чулики попросила гернука греу тебя видела там это этот у нее были этот гель для бровей она так родные брови такие конечно у меня тоже были такие брови меня мама когда выкладывала поздравлением это выложил фотографии грмоток и жила прям лучший из лучших наградачу мне нравится хорошо я там стою короче 12 лет мне там не такая блондинка у меня тут я вообще не могу смотреть на себя говорю мама чего еще было как вообще короче такая блондинка с такими черными корнями мне кажется волос был еще чернее вот это девочка колокольчик и просто мои вот эти огромные брови туда не было модно но я боялась выщипывать ну такая трусиха я боялась выщипывать брови и они были черные густые у меня широкие вы знаете честно вот дуру я дощипалась так на брови просто сейчас это самый писк и вот улики у него но тоже моего дедушку но и дениса там где-то темный он она как бы по форме такой дениса по структуре у меня а темная не в дедушку вот и не конечно сейчас и она так делает так как-то прикольно раз раз там короче ну-ка дай-ка я попробую чё там у тебя за гель откатись вы не дам не претендую грейси куплю если чё не переживай я дарила подружку короче мои три волосины вот эти ни о чем вообще а их не красил ничего сегодня ночью ведь но на лицо на глаза получится много из-за того что стрелочки неправильно получились вот короче можно конечно подкрасть их в плане краской не имеют не красился нет тени кланчу были на чем здесь если щипала в час трогатом какой-то как будто мне здесь прям бревно какое-то растет может какой-то фишечка лучше не увидел смотрите мне уже корни отрастают вот так получше блин цвет принципе сейчас нормальный но там я знаю что за здесь косяки просто не показывал там есть на жесткий косяк но я еще будут тонироваться я уж смирилась с тем что он в принципе неплохой но волосы знаете после краски они прям мягенькие такие стали даже не знаю как так получилось по моему если вы из кофты у меня цвет под подковку просто ли кофту под цвет волос я надела ладно все короче что-то есть брови и это все на бровях слушай ну там фотка правда это конечно бы мама и куча еще это как с букетом стоит мне один букет папа подарил другой букет не помню денис там я не знаю стремя если букет на друг привез 19 лет не исполнилось вот и такая вся и затем и тогда папа подарил этот домашний кинотеатр да а тогда получилось он сначала не так он купил мне крестик с бриллиантом и цепочкой короче да золотую цепочку и крест бриллиантом не купил а потом он передумал за несколько дней и решил подарить домашний кинотеатр причем это больше был на был день сам не по очень любит за денисом прям как сына к нему вот я такой короче денису отдал крестик с цепочка горит на короче ты ей это подаришь а я подарю домашний кинотеатр это только ну появляться начали вот эти ну колонки вот эти поле нас телевизор большой был вот эти колонки конечно я помню то приехали после работы мы жили отдельно вниз мы после работы я приехал к родителям они поздравляли папа не вся вот такие большие букеты дарил почему я люблю большие букеты папа всегда дарил мне даже если не было были финансовые трудности она дарю подарка но он всегда приходил с большим огромным букетом с маленького мне приучался что должно быть огром väldigt но сейчас такие букеты уже просто даже не в моде тогда выдачи больше тем крушась совсем другие букеты даже в этом меняется вот но вот такие будете тогда они поехали но денис купил и он то есть они вместе приехали он сказал какие ну папу такой вот Я помню, он тогда еще такая Я смотрю, мне Денис дарит Цепочку Этот крестик с бриллиантом Мне кажется, это у меня первый бриллиант Тогда появился или у меня были Ну, я имею в виду, мой лично, что мне подарили У меня, по-моему, кольцо До этого с бриллиантом было, мне кажется Ну, в общем, не важно И я смотрю Такая просто офигевая немножечко А потом мне Ну, рассказали, что это просто Папа передумал дарить Поэтому дал Денису Ладно, все, пока-пока